так я хочу вот это видео посмотреть что вы чувствуете когда за границей мне начали нравится видео этого товарища раньше я не понимал типа чем клоунаду устраивает а сейчас он прикольные видосы записывает нравится мне интервью эти смотреть и что люди отвечают арестовывать яхты миллиардеров россияне о задержанных яхтах нуха 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 чё там про яхты думают люди то у нас надо и насрать на них что еще их жалеть что ли вы хотите думаете что я сейчас десяточку дам на восполнение нет мой дорогой таких даже на гроб не положу заголовки новостей пестрят тревожными сообщениями за границей арестовывают яхты наших олигархов прошу прощения миллиардеров у нас ведь олигархов нет у нас все нормальные ребята конечно ну кому помешали эти маленькие скромные лодочки примеру яхта усманова оценивается всего в 600 миллионов долларов сейчас чего чего фун на тебя какие чувства испытывают россияне по этому поводу и как они реагируют на эти страшные известия об этом я решил спросить на улицах своего города улицы красиво хотя нет хочу посмотреть вспомнить вспомнить эти улицы давно не видел уже ничего подобного балдеж я я я я без какого-либо скажем так сарказма сейчас говорю в этом есть что-то и российская ну то есть я поэтому но иногда реально скучаю вроде ты смотришь на пиздец до депрессии вообще просто ужас а в то же время я вспоминаю эти дни когда я также выходил на улицу живя в новокузнецке и вдыхал этот свежий воздух утренний вот эти лужи снег этому привыкаешь и потом поэтому начинаешь еще и скучать безнадёга вы блять что блять да в этом есть свои эстетики интересно но тем не менее если ты в этой эстетики находишься долго это у тебя начинает вызывать неприятные ощущения внутри дисмораль скажем так как вы на это реагируете да нормально чего такого ничего себе допустим арестовывать чё не на свои деньги что летят заработали ой я не умею говорить но я положительно к этому отношусь как бы они и так слишком разбогатели да ради бога мне то на это их яхт наплевать вот абсолютно я чужие деньги не считаю арестовывают пусть арестовывает отрицательно конечно отрицательно вообще я каждый раз смотрю вот эти передач 60 минут это я и утром и вечером там уже не 60 там 120 до минут увеличили вроде да да теперь кайфуете а не жалко кого миллиардеров то наших пусть они нас пожалеют нормально пусть сажают меня вообще это не касается так им и надо пускай не бегают за границу а живут у себя поэтому они рисовываются если бы они здесь строили здесь оставляли тогда вариант спасибо это и деньги туда не переводят а чтобы все деньги были в россии а в чем разница чтобы они милы мои в дело в россии это все прошло счастье правильно и делает да пусть и не всем жить так право делу товаровару все право не сажают чешим чужие вот человек чужие взяли заработал деньги купили такие яхты поесть миллион мне яхты миллионеров все равно состояние я думаю я думаю дед охуел бы из-за того что мне 10 миллионов яхта а 600 миллионов что-то очень плохо а может быть миллиарда но я думаю разрешится эта проблема почему это происходит не за на подушево идет на украине свидание меня давление богатых не думаю я бедный в первую очередь думаю поэтому яхты меня мало интересует и правильно делают все-таки как-никак нужно одинаково жить так примерно так 7 видов трав имеется у вас есть я в тот раз когда попил просто что-то происходило такое кипре вообще хорошее чего а это вы нам чего даете 7 видов трава из заказника азик ностальгия почему-то у меня со мной точно все в порядке мы надеемся мы точно все в порядке то будет конечно даже не волнуйтесь где-то я уж это слышал говорили один раз потом не встретился учитель путина ладно ну я путина знаете университет еще вместе учились нет я у него учил чего теперь сейчас попью еще кого встречу не знаю не готов сказать не готов посмотрите что мне удалось найти на улицах своего города маленький розовый резиновый выжигатель мозгов разве это не да даже как-то грустно него смотреть на этот маленький детский телевизор какой-то ребенок рисовал там какую-то девочку маленькую а это видимо она ее мама а потом этот телевизор почему-то оказался на улице и прелесть так нельзя делать прекрасно себя чувствует хотя мне по барабану что там ничего там у меня своя маленькая жизнь конечно это неправильно считать почему вот эти россияне не в наших морях яхты там свои пускают а вот там за границей так а чё у нас море-то только черное где можно нормально-то костромское море ну а на костромское море на такой яхте никуда не уедешь и что они туда деньги вкладывали за границу а зачем когда можно было тут вложить нашу страну президент же предупреждал надо было слушать президента да естественно амжды не надо за державу обидную умом россию не понять это конечно плохо если бы наши власти арестовывали и все бы бюджет пошло теперь они у нас будут плавать на новых яхтах может арестуют вот и ну пусть арестовывает ну чё же сказать я был в париже я был в берлине в праге варшаве там по европам ездил когда приехал там пошел на помойку поднял крышку и жеревел уже в помойке ни одной спички ни одного бычка не лежит у нас на помойку смотреть страшно пускай того блять он объездил полу европы чтобы что блять помойку заглянуть копейку подымут а потом мы скажем что кого где и штука хорошо спасибо тяжело порой ловить мысль людей что если жопа это чур реально круто или они по вымера большой можно встретить еще на улицах это что за город на улицах городов россии блять просто лежит жопа нахуй в снегу каком-то сугробе яящие кострома да какая москва я в москве жил я знаю как москва выглядит нет не москва в москве я вот так вот жопу в сугробе не находил роли курение то удивление кругом борщик квартиру то вообще не купить был париже то познакомился с москвичом я бы здесь учусь вообще-то в париже то учение в москве а здесь говорит учиться дешевле чем в москве а в италии то слышали хулиганы какие-то что натворили-то на вилле дачи соловьева чтобы не удача в италии вилла какие-то хулиганы здесь негде дачи строить лучше бы делал бы дороге чем сидели в соловьев соловьев ну и что что соловьев просто удар на себя принимают вот это все плохое что в европе он как бы как щит отражает от себя у него бассейн во дворе и хулиганы какие-то окрасили воду в красный цвет поскромнее надо жить а еще я могу сказать что я ездил серьги в посад концу герману ко мне в церкви в душу без залетел вот такой вот шарик вот сами виноваты нихера деньги там держать зачем они там держите в россии развивайте струну вот сейчас шашкой махают будем развивать то 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 а где людей-то не возьмут заводы закрыты образование закрыто медицина нет ничего нет и кто в деревню поедет они сами их на сынки поедут деревню они не поедут туда никто там работать не вот сейчас зарплаты нет училища ну что он закончит институт 5 он придет он ученым земле он ничего не понимает и как они собираются это все развивать я упал на колени выбежал из церкви пробежался по кладбищу перепрыгнул забор посмотрел направо и забыл но точно все в порядке то конечно даже не умыть москве в институте бурденко после восьмичасовой операции на головном мозге меня причистил батюшка изменяя за рта вышел вот такой вот красный шарик потом я ездил серьги в посад концу герману я думаю я один такой дурак то а там человек 500 600 было ворс страшно стало жить продолжим вот вы знаете меня меньше всего яхты миллиардеров меня вот сегодня шла я какая шапка блять для шляпа нихуя мне кажется такая шапка стоит блять больше чем яхта миллиардера какого-нибудь кандибовер ебаный реально ссори заман возле милиц кандибовер сельское учреждение ребят выстроили в три шеренги отправляют с рюкзаками сами знаете куда вот это меня больше задевает я шла и плакала а яхты да хай подавятся как вы думаете как-то изменится наша жизнь в нынешних условиях я не думаю что когда-то станет лучше у нас скажем мне очень хуже хуже как сказки живем чем дальше тем же бля в реальных а я не не верю что будет лучше ладовать после этого видос по душе вас уж дать ему я дирес как быстро этот киоск снесли по ай красота какой будет наша страна дальше что нас ждет хорошего ничего не будет дальше так вот хуже и хуже очень интересный вопрос но это россия предугадывать вообще как бы но нет смысла я даже не не знаю не знаю время покажет по вашим то ощущениям я думаю что все хорошо будет то что вот санкции беспрецедентная доллар по 100 рублей цены растут вы как это вообще переживаете никак алиса ворс доллара в рублях 74 рубля 85 копеек до боли до долларов у меня нет так что мне переживать секунду слышали да ну да доллар уже больше ста рублей а мы на рубль будем надеяться ну вот так цены замечаете сколько выросли замечаю ну выросло дальше то будет дальше все будет нормально все хорошо по крайней мере жить хуже не стали но это видно вокруг кто кто-то голодает нет кто-то умирают но умирают это естественный отбор ммм я хорошего исхода не вижу вот лично я хорошего исхода не вижу дурак блять у меня полчата голодает блять ну если все диагностировать вот так ну сначала придем девяностым да когда приходишь в машину без колес ну все таки я оптимист как говорится если у вас съели у вас есть два выхода это естественный отбор то что весь мир сейчас отворачиваться от нас это вообще к лучшему периодически повторяться история всегда повторяться сколько раз они объединялись по-моему ни разу не выиграли шансов у них нет лучше точно не станет депутаты как вы думаете пересядут там теперь на наш автопром очевидно нет если не до этого не сделали это владимир владимирович думаете не заставит их что ждет нашу страну дальше какой она будет но строительство наверно продолжаться вот тебя строят много автомобилей много да все будет нормально победим украину осталась неделька все так видео было записано 10 марта сейчас 10 апреля все ну да вот донат кстати очень очень кстати вот этот вот данное сообщение материал созданное или распространено иностранным средством массовой информации выполняющим функции иностранного агента или российским юридическим лицом выполняющим функции все пойдем в аптеку будем искать греческую валерьянку она ведь в 10 раз эффективнее обычной и не дает побочных явлений в отличие от этой от белой и еще называют синюха голубая у вас есть греческая валерянка греческая не еще называют синюха голубая нет вот где же взять и но в нынешних условиях как мне кажется будет все не очень хорошо с учетом того что происходит в экономике и уходом всех компаний летолог это естественный отбор мой время покажет очень сложно что-то сейчас сказать но инфляция растет это не очень хорошо и не очень хорошо сказывается на экономике это и так понятно как изменится жизнь в россии в нынешних условиях я прямо скажу я заводим его время что путина будет снимать да я на него и больше никого до заводила еще путина я лично я да я да да блять служил везде и в армии все этого же ашо по-моему он словил кринша за своего друга ты такой блять чё ты не закрой ты рот пьяная ты жопа я от жириновского так то я партия лдпл и прямо вам скажу не надо перемен больше этой жизни тоже коммунисты всегда голосую только за жириновского да я на него и больше никого и еще называют синюха долубая нет да я же не госдума я же там не заседаю это у нас там все умные люди а мы так простой народ мы живем сами по себе кто как вы живет и все до доллара не будет все дома точно не будет экономика поднимется сразу резко все нормально депутаты сразу пересядут на вас депутаты выкинем их всех это же люди наши граждане они нам не нужны депутаты да чё да тогда все наладим все наладим а весь мир отворачивается потому что страна сильно не хотят конкурентов а вот оно что а эти америка америка это оружие специально это разжигали войну против россии все равно все это как и дармоеды они получают по 50 миллионов там в год не пашу а пашу ты спят вот так там на заседаниях депутаты никого нам не надо все компьютеры свои будут у нас все буда и штат никому не надо ничего все бот свое все все точно тут главное водка своя была и все а водка у нас всегда своя была и есть и будет поэтому вот ему ему переживать вообще не стоит он ну он говорит правду для него это является правда все заебись будет главное чтобы водка была и все своя а она будет куда водка никуда не денется водка всегда будет вот только проблема в том что водка подорожает наверное все путин экономику переделать все будет хорошо американцы пойдут туда куда эти сюда да да а мы вам жить русские от нормально все синюха голубая или синюха лазурная вид растений рода синюха семейства синюха вы содержит две разновидности полимониум чай рулиум варь очути и флорум леди и полимониум чая вы полимониум ёбаный светлая по крайней мере жить хуже не стали но это видно вокруг а доллар 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 пусть и я не будет но рыбы еще слабоват конечно экономика слабая у нас по перейдем на его и что и что и что все будет нормально победим украину осталась неделька все для какой телевизор на голову надел вот он не тяжело то Продолжение следует...